Пройти легкую настройку ЛСР. Какой шикарный вид. Какие у вас ассоциации. Пожарка. Обратите внимание, как пищит. Никому дела до этого нет. Ого, а здесь все в воде, смотрите, просто все в воде. Прикольное, современное, растем мы вместе. Вот ламинат. Тоньше было не найти, но прихожей практически нет. Большое количество машин и отсутствие вообще даже травы у застройщика. Где каменизация-то? Но зато отсюда вот такой прекрасный вид. Вместе с ней все окрашивали. Нормально. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь квартир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тоже восемь квартир. Ну, вот так и должно быть в каждой новостройке. А, возможно, здесь есть пожарные рукава. Пожарного рукава нет. Понимаете, да, как все это держится? Такая практически единичка, нулевочка. Мало того, что мусор, а вот там видна квартира. Вот эти трубы прекрасные. Вот это просто жесть сразу на выходе. Пленочку до сих пор снять. Покупать, перепродавать и сдавать в аренду. Большое количество вот такой бесплатной парковки. Извините, но вот это домурод. Самый классный вид. Зеленая зона с деревьями. Уточки греются. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами на оживленной Октябрьской набережной, где в конце прошлого года застройщик ЛСР обвел в эксплуатацию, получил разрешение на вот в эксплуатацию своего проекта ЖК Октябрьская набережная. И я сейчас как раз на этой набережной. Ну, знаете, здесь она... Кроме машин здесь даже нет людей. Есть еще чайки. Гулять здесь с коляской одно удовольствие. И знаете почему? Сейчас вам все покажу. А вы обязательно поддержите меня вашим комментарием и подпиской на канал. Погнали! Обратите внимание, что здесь вот эти мачты дорожного освещения прямо вот здесь посередине. Конечно, с коляской можно пройти, но на пути большое количество различных преград. И вот сейчас у нас с вами 27 число, вторник, времени 11.25. Смотрите, как здесь, какое большое количество машин, автобусов и всего остального. И это будет ездить каждое утро, каждый день у вас прямо под окнами. Набережная. Набережная выглядит вот так. Вон здесь уточки греются, здесь чайки, лапки мочат. Песочек, мелководье. Ну, знаете, набережная, набережная, но она такая, знаете, такая. По мне никакая. Вот этот дом как раз у нас получается застройщик вел в эксплуатацию в прошлом году в конце. Вот это все строится здесь. И, конечно, видовые будут. Вот здесь три башни. Из плюсов. Здесь остановки общественного транспорта. Здесь, здесь вот только автобус выходит. И что мне нравится, что вот сталинский ампир. И разделяет его вот зеленая зона. Сейчас перейдем с вами на другую сторону. С вами перешли дорогу как раз, чтобы подойти и все внимательно здесь рассмотреть. Красивая реклама, большая территория, велодорожки, велопарковки, детский сад и школа. Ну, вот сейчас посмотрим. В первой очереди сдали дом, паркинг и детский сад, который немножечко справа. В том году, в конце декабря. Еще одна впереди остановка. Мне здесь нравится, что вот разделяет советскую застройку и российскую зеленая зона с деревьями. В советской застройке за большое количество лет выросли уже большущие деревья. Трава вот такая. Газоном это тяжело назвать. У ЛСР, кстати, в проекте я не видел ни одного дерева. Я видел только газонную траву. Сейчас посмотрим, хотя бы есть ли она. Из плюсов напротив есть пятерочка. А так как есть пятерочка, то большое количество грузового транспорта. Вот сюда как раз и паркуется. Вот, вот деловые линии, еще тут машина. Перед этим уехала. Так что со стоянкой здесь все отлично. Территория застройщика. Вот она, где тротуар начинается. Этого уже жилого комплекса. Вот здесь до сих пор стоит будка охраны. С осветительными приборами. Биотуалет. Временное электричество. Вот еще времяночка. И вот они тут, видно, под парковку делают такой большой отсев гравим. Советские тополя. Спасибо, что не вырубили. Вот они башенки эти строят. Конечно, здесь будет самый классный вид на него. Технология здесь у застройщика классическая. Панельная. Все сделано из панели. Что вертикально, что горизонтально. Первые этажи перекрытия 200 мм. Выше панели это 160 мм перекрытия, извините. И стены тоже 160 мм. Потом называемая технология мокрого фасада. Приклеили, прикрепили утеплитель. Сетку, штукатурку и окраска. Знаете, я вот насмотрю на этот дом. Ну вот, извините, но вот это дом-урод. Такое ощущение, что это то ли, знаете, больница какая-то. То ли общежитие. Даже общежитие бывает красивее, чем вот это. На мой вкус, на мой взгляд, цветовая расцветка. Маленькое количество маленьких окон. Ну, выглядит уродски, не побоюсь этого слова. Первый этаж и коммерция. Вот уже адрес. Проспект Большевиков, 68, корпус 1, строение 1. Велодорожка. Здесь мы с вами видим газонную траву, велопарковку. Пленочка еще осталась. Прошло достаточное количество времени, но что-то до сих пор не смогли ее почему-то снять. Знаете, вид такой неряшливый. Хотя, в принципе, здесь достаточно чисто. Большое количество вот такой бесплатной парковки. Можно припарковаться, это тоже, конечно, плюс. Ну, вот смотрите, как выглядит зелень советских микрорайонов и современных российских. До сих пор здесь в проекте есть вот такие приямки. Давайте посмотрим, можно ли туда вообще заглянуть. Так, это не поднимается. Что у нас там? Смотрите, друзья, что там, вода есть, нет? Пишите в комментарии, потому что мне не видно. Видите, вот как можно сделать. Видеокамеры. Вот тоже, 69Н, понятно. Коммерция, где вообще, что подписано. Ну, вот по мне, честно говоря, как-то странновато. Здесь хотя бы тенек, сегодня тепло в Санкт-Петербурге. Конец августа. Вот она, газонная трава. Все, как на рендерах застройщика. Велопарковочка, урны. Ничего не отмыто. А, вот это управляющая компания. Такой специфический знак сделали. О, вот он, вход, подъезд. Вот как понять, что это подъезд? Только по домофону Элтис. Вот это для кого, интересно, кнопка-то сделана? Да. Вот не понимаю, то ли это для маломобильных групп населения, то ли еще для чего-то. Вообще непонятно. Вот видите, нам открыли. Ничего не спросили, кто, чего, что. Заходи, кто хочет. Заходим в какой-то мы подъезд, потому что даже непонятно какой. Ничего здесь нет. Здесь огромное количество почтовых ящиков. И я, друзья, вам напомню, что здесь от застройщика представлены квартиры от студий до двухкомнатных квартир. И более 80% в проекте квартир – это студии и однокомнатные квартиры. То есть для меня лично понятно, что все это проектировалось и делалось для инвесторов. Для инвесторов, которые будут покупать, перепродавать и сдавать в аренду. Ну, сейчас перепродать очень тяжело. Если кому, кстати, нужна помощь, в этом обращайтесь. Но давайте смотреть дальше. Все аккуратненько. Здесь даже вот штукатурочка, знаете, ну вот такая наждачка, ну такая поприятнее, чем у многих застройщиков. Здесь мы видим пожарный кран. Вот видите, даже рукав нарисован. Открываем. Пожарного рукава нет. Муфта есть, вторую нет. Непонятно, сейчас закрыто, не закрыто. Ну, хотя бы зумер здесь работает. Ладно, давайте откроем здесь. Здесь вот мусор. Так и должно быть. Что там внутри-то? Тоже немножко мусора. А кто ответственный за пожарную безопасность? То есть управляющая компания уже работает, собирает деньги, но при этом пожарные рукава, полагаю, украли. Колясочная. Вот знак, знаете, даже убежал. Открываем дверь. Открыто. О, открыто. Вот эта колясочная. Ну, такая, знаете, друзья. Ну, спасибо, что есть, но для такого огромного дома это мало. ГРЩ 1.2. Вот уважаемая управляющая компания. Вот вы уже приняли застройщика. А чего вот скотчика не снять, вот этот малярный? Вот это не снять. Нафига вот это до сих пор висит в таком количестве? Почтовый ящик. Это для показаний хоть подписать надо. Значит, здесь лифтовой холл. Раз лифт. Здравствуйте. Два лифт. Три лифт. Три лифта. Красивая плиточка. Этажность. 18 этажей. Какие? Где расположены квартиры? Вот это похоже для уборки инвентаря. Ну, знаете, значки такие какие-то очень специфические. Да? Ну, какой-то знак, честно, вот сразу и не поймешь, что здесь. Да-да-да. А информация от управляющей компании. Что мы здесь видим? Называется Юпитер. Влажная уборка. Вот они пишут, где чего здесь. Все, больше никакой информации нет. Хотя по закону здесь должна быть и лицензия, и контролирующие органы, и все остальное. Но почему-то не судьба. Здравствуйте. Заходим в лифт и поедем с вами на последний этаж. Поехали, поехали, поехали. Да, поехали все вместе. Заходите, не бойтесь. Нам на 11-й. Лифты оттис с режимом регенерации электроэнергии. Надеюсь, эта функция здесь работает. А когда у лифта есть режим генерации электроэнергии, то здесь хотя бы, знаете, зеленая полосочка идет. Ну вот, раз она не идет, то понимаю, что просто... А, слушайте, пошла, пошла, друзья. А до этого не было. Ну, полагаю, что... Будем надеяться, что работает. Есть зеркало. Квартира здесь есть. Чистовая отделка от застройщика. Пленочку до сих пор снять не смогли. 18-й этаж. Выходим. Уступы просто жутчайшие. Вот сюда посмотрите, друзья. Вот это просто жесть. Сразу на выходе. Выходишь такой, думаешь, капец, что ж такое. Пленту сад застройщик. Тут какой-то мусор строительный. Фрута что-то там. И желтенькая жидкость здесь. О, отсюда прекрасно видна стройка. Вот видим, что... А, вот здесь футбольно-баскетбольное поле. Детский садик. Здесь сразу вот стройка идет. Видно, что котлован вырыли. Фундамент. Первый слой уже, наверное, не первый залили. Видим арматура. Вот пуски торчат. Вон там арматуру укладывают. Сверху вот он виден детский сад. Дома. ТЭЦ. Вот эти трубы прекрасные. Вот эта вся промка. Железнодорожные составы. Вид, конечно, тоже шикарный. Знаете, с одной стороны, вроде, знаете, ну да, ужас. А с другой стороны, зато дом не построят. Вот так у вас пространство. Обратите внимание. Высота вон там вдалеке видна. Ну так нормально. Вот эти дома. Панельные технологии. Все держится на сварке. По классической программе Нева, конечно, красиво смотрится. А здесь слышно работать сильно какие-то вентиляторы. Есть указатель 18 этаж. И вот смотрите, друзья, это панелька. Для меня это канон-класс. Хотя написано комфортно. Нормальные ящики. Никаких убогих замков от управляющей компании. Вот здесь только что-то надо поплотнее сделать. Плитка смотрится красиво. Плитку уложили дешево. Очень. Возможно, дилетанты. Вот обрамление. Вот есть уголок. Да, ну вот как-то все, знаете, торчит здесь, смотрите. Ну это просто трындец. Не надо быть профессионалом, чтобы просто видеть вот это все качество. Но зато широко. То есть вот не в каждом даже бизнес-классе. Такое есть, что вот можно, знаете, нормально выйти. Действительно это будет лифтовой холл, а не какое-то убогое узкое помещение. А на 13 персон тысячу килограмм. Надеюсь, что его тоже сделают, обошвают антивандальное, сделают покрытие. Девятый этаж. Тут у нас реечка ушла гулять. Алюминий. Плитка четко сделана. Расстояние швов между плиткой четко. Везде всего хватило. Затирки и всего остального. Ну вот непонятно, куда уйти. Где квартиры, где не квартиры. Давайте попробуем сюда. Дверь открывается. А, понятно, мы на две стороны выходим. Здесь у нас двери все открыты. Обращаю внимание, большое количество замков. Такие массивные двери. Выход у нас на лестничный марш. Вот на таком уровне клапана сделаны. Все четенько. Вот я завяжу. Листики нарисовали. Не знаю, дети или так было. Вот какое-то здесь супероборудование. А, работа вентилятора, питание. Ну вот хотя бы дверь вот так закрывается. Уже лучше. Сняли доводчик. Почему? Да потому что неудобно ходить, постоянно открывать, закрывать дверь. То есть здесь... А, тут магнит, наверное, какой-то был. Не знаю. Датчик на движение. Камера вот такая, собственно, большая. Внушает доверие, что она такая... Ух, хорошо снимает. Вот здесь коридор с большим количеством квартир. Здесь у нас... Так, а что тут закрыто? А здесь, соответственно, система отопления. Вот, недавно, помню, обозревал. А колпанов сброса воздуха нет. Здесь УЛСР есть. Причем не самые дешевые стоят. Тут все четенько сделано. То есть, понимаете, пока никаких вопросов. Ну, немножко тут мусора есть. Мало того, что мусора... Вот там видна квартира. Вот, смотрите, просто дырка. Да? А зачем? А так нормально. Надо было зачеканивать. А тут немножко утеплителя. Вот смышь, вот знаете... А, нет, это свет отсюда видно. Квартиру не видно. Ну, вот понятно, что звукоизоляция какая. Трубы обычные. Ну, тут арматура торчит. Ну, так. Хотя бы нижний этаж не видно. Уже, наверное, хорошо. При входе есть указатель, где расположена какая квартира. Тоже это плюс. Коридор широченный. Стандартный, вот как мы говорим, в цветном городе, в других проектах от застройщиков указатели, где на каком... Ой, вернее, где какая квартира. Широкие двери, три петли, один замок, звонок на низком уровне, я считаю, это комфортно. Ровные стенки. Вот такой здесь, знаете, наждачка, ну, такая практически единичка, нулевочка. То есть вот такое. Еще одно всех подполье, в котором складывают стройматериалы. Вот, смотрите. Ну, камера, что с тобой? Здесь и герметик, мусор, чего здесь только нет. Ну, вот все, да, знаете, это мечта инспектора МЧС. Клапана есть. Понимаете, да, как все это держится? Почему? Потому что вот одна ножка, второй почему-то нет, сэкономили. А так не должно быть. Должно все крепко быть. Вот это крепче. А, возможно, здесь есть пожарные рукава. Тарарарарарам. А нифига здесь нету. Ну, зато хотя бы шкафы ровные. Ну-ка, что тут? Тоже мусор, да? Ну, вот так и должно быть в каждой новостройке. Ответственного за пожарную безопасность, конечно, не должно быть. Управляющая компания этим не занимается. Современные счетчики. Тут у нас какие-то техотверстия, это похоже для интернета. Ну, вот такой коридор. У квартир доводчики. При этом, значит, вот эти доводчики, друзья, когда дверь открываешь, у них топорится. Я, честно говоря, не понимаю, для чего в квартире доводчик входной двери. Странно сделано. Странное, конечно, решение по мне, но застройщику видней. Вот забрало есть, как я это называю, колпана видны, ну, такой, конечно. Ну, зато хотя бы ровно-то четенько. Ну, вот такой, друзья, коридор. Значит, у нас по одной стороне раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь квартир. Переход вот у нас вот такой есть. И здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тоже восемь квартир. Ну, получается, 16 квартир поделили пополам. Да, на доводчике я, честно говоря, вот не припомню в каких-то, чтобы я объектах это видел. Ну, вот здесь они есть. Может быть, есть какие-то еще проекты с доводчиками. Напишите, друзья, об этом в комментариях. Здесь слаботочки от пожарки. Вот здесь большое количество просто в ряд. Пульты эти стоят, да? Выход, да, слаботочка. Очень специфические. Да, вот это все открыто. Смотрите, что это такое? Все в грязище. Вот это все оставили потомкам, видно. Тут кто-то квартиры подписывал. Пыли, конечно, очень много. Но, знаете, зато здесь все отмыто. Коридорчик нормальный. Практически все отмыто. Ну, в принципе, особых таких вопросов не возникает. Находиться здесь нормально. Ничего такого нет. Идешь, пока соседей не слышно. Давайте выйдем с вами на переходной. А, переходного здесь нет. Выйдем с вами на лестничный марш. Поднимемся наверх. Посмотрим, что тут у застройщика. О, практически как у брусники поет. Ну, держится так себе. Ленулем еще пока не отвалился. Лестничный марш тоже с бетонного завода ЛСР, понятно. Просто по пыли, по грязи окрасили все. С серой краской. Краска серого цвета. Такой подъемник. Вот здесь, смотрите, обратите внимание, краски-то не хватило. То есть здесь хватило, там нет. Закрыто. Странно, что не открыто. Ну, вот, кабель гофра уже отваливается у застройщика. Вот видите, вместе с ней все окрашивали. Нормально. И слаботочку провода тоже окрасили. Тоже нормально. Вот сегодня на улице сейчас 19-19-20 градусов примерно. Здесь душновато. Окна, обратите внимание, не открываются. Я даже не знаю, как это все проветрить. Но зато отсюда вот такой прекрасный вид. И Нева видно. Красота. Ну, сколько, наверное, все это? А нет, видно, все равно будет. То есть вот так останется. 555-я квартира. Круто. Красивые цифры, да? А знаете, раньше я помню, было время, когда все хотели красивые цифры на автомобиле, покупали. А тут можно дополнительно покупать номера квартир. Заходим с вами в квартиру. Какие-то куча маячков, не знаю, то ли с приемки, то ли как. Здесь ламинат. Ламинат темного цвета. Прихожей тяжело назвать просто коридор. Тут место под шкаф, наверное, да? Ну, в общем, как вот такое, что-то сюда поставить. Просто вот вещи закинуть. Обои под окраску. Приклеено все. Ну, вот так, смотрите сами. На качество. Лампочка Ильича. Даже дырку, я не боюсь этого слова, в перекрытии не закрывает. Автоматы. Часть выключена, часть нет. Под роутер. Наверное, роутер надо вот сюда ставить. Элтис. Дешевле застройщик не мог купить. Дешевле этого просто нет. Это базовое. О, ничего себе, свет есть. Так, давайте смотри, что у нас тут. Это однокомнатная квартира. Вот ванная. Плитка. Здесь мы видим цвет вообще просто, он везде разный. Вот на самом деле, друзья, сама вот эта плитка, она такая тоже неровная. Поэтому, может быть, и застройщика нет смысла ругать из-за большое количество уступов. Потому что, ну, тяжело, наверное, сделать ее ровно, когда это вот в таком все. Так, это просто было. Есть санузел. Потолочный плинтус. Послушаю, как гудит вентиляция. Такое. Есть душевая кабинка. Помню, у застройщика Саталгрупп снимал, заходил в душевую кабинку. Ну, вот места было там мало. Здесь, слушайте, она не сказать, что большая, но при этом мне здесь комфортно. То есть, нормально сделали, молодцы. Но почему-то, ну, знаете, вот надо было чуть выше, мне кажется, делать. Потому что, если душ вот так направить, и он прямо вот сюда будет все литься. То есть, будет литься за душевую кабинку. А так, на самом деле, не должно быть, считай. И еще есть моменты здесь. Первый из нюансов, обратите внимание, герметизация вся выполнена. Вот не знаю, только качественно или нет. Но с виду все хорошо. Плитка беленькая смотрится красиво. А есть вот вывод, понимаю, под стиральную машинку. Только, ну, вот здесь, смотрите, я дверь закрыл. Ну, вот сюда, может быть, ее можно поставить. И непонятно, где вот здесь канализация под стиралку. Здесь ее не вижу. Это от застройщика. Тут тоже не вижу. Где канализация-то? Ершик есть. Ну, вот я вижу, да, вот. Тройник сделан, коревой косой, вот он. А куда выводить? Вот канализация вот сюда подходит. А стиралку куда мне ставить? Похоже на кухню, да? Да, тут ничего нет внизу. Есть электрические полотенца-сушитель. Это хорошо. Вот тоже дверь закрыл. Фурнитура работает хорошо. Дверь открывается. Здесь вот, наверное, по ходу такие нюансы в отделке помечали. Да, вот ощущение. Смотрите, видите, уже обои отходят. А, это у нас кухня. Вот здесь вентиляция видна. Вот она. Это для плиты, вода, канализация. Ну, похоже, стиралку, наверное, ставить надо сюда. Прикольно, что здесь ниша сделана. Это удобно. Кстати, двери такие ничего. В общем, не знаю. Пишите в комментариях, но по мне двери смотрятся симпатично. Могли бы запилить чуть поровнее, конечно. Есть киф. Дырка на улице. Воздух хорошо отсюда идет. Ох ты, отсюда вид-то какой у нас. Прекрасный. Вот, друзья, отсюда, смотрите, как классно видно. Вот она, пятерка. Советская застройка. Веринг Некст Октябрьский. Я тоже хочу пройти посмотреть. Небольшой. Смотрите, как прикольно, красивенько смотрится. Вот все советские дома. Тут прям во двор. У людей был двор, а они влепили туда Веринг Некст. Молодцы. Спасибо Беглову. Старая новостройка. Здесь еще гаражи, лэпы и большое, обратите внимание, количество зеленья. Красиво. А вниз, если посмотреть, то здесь большое количество машин и отсутствие вообще-то даже травы у застройщика. Видим, как герметиком прошлись. Даже хорошо. Звукоизоляция, если ничего, сетлива. Ну, подоконник такое название одно. Отсюда вот тоже Нева видно. Кухня достаточно, кстати, большая. И вот это у нас получается жилая комната. Подводочку вот так красиво сделали. Ну, мусор, конечно, потом уберут, будет, наверное, красиво. Здесь все на одну сторону выходит, здесь еще тенек. 2,55 заявленная высота потолков. Слушайте, ну, нормальная квартира. Вот единственное, что прихожей практически нет. То есть, получается, надо вот сюда шкаф ставить. Кровать. Ну, комната нормальная. Для жизни хватает, хватит места. А розеток здесь хорошее количество. Сюда кухня, мебель, все нормально. Дверь широкая, из плюсов. Ночной сторож есть. И полотно тоже вот такого белого цвета, под белое дерево, тоже смотрится красиво. Даже есть глазок обычный, который во всех новостройках в большинстве. Ну, здесь мы аналогично видим отсутствующую систему пожаротушения. Зуммер есть, да, зуммер работает. Коридор. Ну, тут все одинаково, да, пока. Борщицом пахнет. Так, это у нас, друзья, 17 этаж. Посмотрели квартиру. Кнопка лифта одна. Получается, грузопассажирский и два пассажирских лифта. Ждем лифт. О, грузопассажирский едет. Сейчас посмотрим его. Ну, тоже, да, никакого указателя. На каком этаже лифт. Где он едет. Ну, здесь, кстати, тоже ничего так сделали. Ну, вот здесь очень сильно не хватает клининга. Очень сильно. Даже обращаю внимание, вот радиатор отопления есть. Вот его так сеткой закрыли. И саморезики белого цвета. Вместо подоконника тут тоже плитка, я считаю, плюс. Вот ламинат. Тоньше, наверное, найти было. Тоньше, вернее, нет. Тоньше было не найти. Ох, какой вид-то, да. Как вам? Красота? Нет? Вышел во двор. Вот она трава, которая еще до сих пор не смогла взойти. Ну, да, пишите комментарии, как вам фасад. Шток он, конечно, очень, ну, как, я не знаю. У меня какое-то отторжение от внешнего вида этого комплекса, честно. Не знаю, как у вас. Детская площадка. Прикольная, современная. Растем мы вместе. Не самое базовое, что могло быть. Лазалки. Спортивная площадка. Вот сверху, видимо, тут тоже не кустов, не травы вообще. Ну, тут у них кустов тоже не помню. Трава должна быть везде. Но газонной травы почему-то нет. Линия электропередач. Пойдем сейчас вокруг. И пойдем в Верин. Потому что здесь уже дом небольшой, делать нечего. А, в подвал попробуем пройти, да? Вот смотри, вот он. Вот он, вход. Да, друзья, сейчас сюда попробуем зайти. Че там? Эталон сервис. Здесь лестничный марш. Застройщик сам выливал. Видна обмазочная гидроизоляция. Ого, а здесь все в воде, смейте. Просто все в воде. Офигеть. А тут открыто и что-то перекрыт. Класс, да? Видно, что вот есть вот это забрало, куда должна уходить влага. Знаете, такое ощущение, что там просто небольшая ямка, и вот больше вода туда не заходит. А еще один с вами рямочек. Смотрите, как легко все это двигается. Спускаемся сюда. Вот такая красивая кирпичная кладочка. Тут тоже все настижь. Но зато здесь нет воды. Ну, да, похоже. А, да, да, смотрите, друзья. Нет никакой канализации. Просто вот ямка, куда должна уходить вода. Расчехлить дверь не смогли. Здесь кладовки. Пожарка. Обратите внимание, как пищит. Никому дела до этого нет. Кладовки. Ну, вот тут влага. Да? О, свет загорается хорошо. Двери тоже почему-то не расчехлили. Возможно, для того, чтобы строители это все не поубивали. Камера видеонаблюдения. Пожарные датчики закрыты. Так и должно быть, чтобы ничего не сработало. Вот какая-то из кладовок. Ну, тут, смотри, тут все хорошо. Ну, какая система пожаротушения есть. Так, а здесь что у нас? О, на камеру даже видно. Ничего себе. Снимает в темноте. Это как? Тут мусор. Тоже он... О, свет загорелся. А, тут смотрите. Вот это. Что это? Господи, а почему свет-то покорил? Погаз. Рукава пожарные, да? Для индивидуального пожаротушения. Ну, вот, когда вот так все, конечно, пищит, это не дело. Надо с этим разбираться. Ну, похоже, управляющая компания не до этого. Какая большая кладовочка у кого-то. С прекрасной трубой. Слышно, как водичка туда бежит. Ну, тоже здесь защитные колпачки не сняли. Красавцы. Так, а где же... А, все остальное у них там выше, понятно. Ну, вот такой, друзья, подвал. С кладовочками. А чтобы узнать, что здесь есть кладовки, вот, нужно хотя бы было что-то написать. Проект, конечно, класс. Его реализация. Зато детский сад, смотрите, как хорошо смотрится. Вот здесь уже трава есть. Кустики есть. У каждой группы есть беседочка. Песочницы, которые закрываются. И прекрасный вид на ТЭЦ. Вон с градильней там пар идет. Краса. Пишите в комментарии, друзья, как вам фасадные решения от застройщика. Вот так смотрите. Как вам? Какие у вас ассоциации? Эконом-минус, похоже, да? По моим впечатлениям. Как вам? Обойдем дальше с вами, друзья, это здание. Тут такая тоже, видно, парковочка. Ну, вот это промка, железка, которую никуда не уберут. А вот это общежитие, трехэтажное здание. Ох, как хорошо здесь ветерок обдувает. Круто, конечно, что рядом есть Нева. Закаты, рассветы, красота. Ну-ка сюда давайте посмотрим, что здесь мы здесь еще не были. Что в этом суперприемке. Смотрите, здесь тоже, друзья. А когда, кстати, продавали, кто-то говорил о том, что здесь озеро будет. Ну, вот как сюда зайти? Да никак. Решетки на окнах. Ну-ка, что там? Козлика лежит. Ну, вроде сухо, да? Ну, вот этот трындец. Полагаю, дождевая вода попадает сюда. Я не удивлюсь, что вот она течет, наверное, по ступеням. Ржавчина уже. Красочка облупливается. Ключи только начали выдавать. Ну, здесь капельников нет. Такие сверху крышечки должны быть. Травы тоже нет. Вот тоже, да, окно для полива. Смотрите, вот тут и кирпичика не хватило. Ну, вот все. Очень скудно, очень экономно. Реально, больница, общага. Вот у меня такие личные ассоциации с этим жилым комплексом. Квартиры внутри ничего. Коридоры хорошие. Мусоросборочная камера прямо в доме. Браво! Это лучшее решение, которое могло бы быть... А, еще и по кнопке заходить. Офигеть! Вот это мы уже с вами видели. Что, пойдемте посмотрим, что же там у Верен-Некст. Октябрьский. Вот, еще один спуск в подвальчик. Тоже, наверное, все в воде. Слаботочка висит, но у нее здесь подсохло, подсохло. Что-то вниз бахнуло. А впереди с вами видим еще одну большую мусоросборочную камеру. Давайте-ка мы к стройке с вами подойдем. Потом уже пойдем в Верен. Знаете, как закрепили, да, круто он. Плитку, что вот она вот. Вальца, цемента пожалели. Дома уже вот эти два возвели. Окна везде вставили. Здорово, что здесь парковка большая. Резиновое покрытие. Въезд в детский сад. Там строители по телефону болтают. Круто сдали, а еще не достроили. Да, главное, деньги со скрощет, счетов получить. О, нормально. Тут окопы у нас похожи. Круто. Земли не хватило, зато вот арматура торчит. Валком. Видно, как вот вода прям сюда вся уходила. Да, забор, конечно, здесь трындец. Заходи, кто хочет. Смотрите, кран работает, вот поворачивается, и стрела прямо вот над территорией детского садика проходит. Безопасность превыше всего. Над этим супердвором. Вот они, видите, опалубку сейчас куда-то там. Встретятся они или нет, интересно. Не встретились. Вот это школа строится. Детский сад уже построен и сдан. Ох ты. Какой шикарный вид. Детский сад и общага. Ну вот, обратите внимание, все это панели стеновые, 16 сантиметров толщиной фасадной, 16 перегородки, 16 сантиметров до 8 сантиметров. И перекрытие тоже из панели, тоже 16 сантиметров. Есть даже шумоизоляция стенофонов, 5 миллиметров. И стяжка из фиброцементного состава, 7 с половиной сантиметров в толщину. Ну тут вроде все нормально. И бетончик, видите, однородного цвета. А вот смотрите, как здесь пройти легко настройку ЛСР. Сейчас нам мужик этот покажет. Бесстрашный, без каски, без ничего, без светоотражающей одежды. Прямо туда шурует. Он, смотрите, зашел. Подрядчик, строитель, застройщик. Класс. Молодцы ЛСР, 5 баллов. А вот этот чудо-дом от застройщика. И вот перешел я дорогу, а вот впереди верен, некст, октябрьский. А вот советский. Пять этажей, кирпич, теркеры, квартиры от однокомнатных до трехкомнатных. Большинство это двушки и трешки. Вот раньше была квартирография семейная. Не то, что вот здесь. Почти более 80% студий и однокомнатных квартир, напомню. А здесь еще из нюансов у комплекса, это то, что вроде станции метро и пролетарской, Ломоносовская близко, но нужно переходить через, или проезжать через мост. До Ломоносовская на ближайшее получается, если через Неву не переплывать, три километра. Ну, такое приличное расстояние. Вы знаете, каждый день ты здесь точно не походишь. Ох, а какая здесь красота-то, друзья. Балконы, на которые можно вытащить стол, стулья, и вот отдыхать. Смотрите, ну это круто же. Кирпич смотрится красиво. Тут кирпич тоже смотрится красиво. Везде огромнейшие окна. Где балконы, обратите внимание, что окна от потолка до пола. Есть вот такие небольшие балкончики, и есть вот такие в два раза больше. Тут есть трава, которая, похоже, росла еще в советского времени. Деревья. Ну, вот здесь, знаете, сюда захочешь сразу уютнее, потому что нет вот такой высотности. Это раз. Смотрится внешний вид у дома совсем иной, чем у ЛСР. Вокруг зелень, спасибо советским застройщикам. Дворовая территория здесь ограждена. Огоржена. Смотрите, как протоптали тропиночку. Детская площадка небольшая. Здесь такие интересные светильники сделали. Неплохо, друзья. Смотрите, как и здесь смотрятся балкончики красиво. И в отличие от проекта ЛСР, здесь в таком объеме, здесь вообще, можно сказать, просто нет квартир, которые кто-то продает. Но тут уже и пункты выдачи, и мужские стрижки, и красные, и белые. Как же без этого? Вот въезд заезд, смыть. Красота. Да, вот здесь место, конечно, классное для жизни. Я бы, наверное, хотел бы жить в этом комплексе. Надо сейчас еще постараться внутрь пройти и, соответственно, посмотреть, что здесь. Ну, вот здесь действительно у застройщика камерный проект. Территория небольшая, но все есть. И детская площадка, и спортивное, и травмобезопасное покрытие. И вот здесь озеленение, и кустики, и травка неподстриженная. Красиво смотрится фасад. Из-за зелени здесь совсем уже другие у меня впечатления о моем доме. Конечно, когда смотришь вот на советскую классику и уже вот на такой проект, конечно, вот в этом хочется жить. Я понимаю, почему здесь квартиры не продают. Потому что их покупали для жизни. Одна из входных групп. Вот смотрите, как сделано здесь круто. Непонятно только, какая это парадная. Надо было как-то, не знаю, выделить. Это я, честно, не понимаю. Ну, вот видно этажность. Парадная на них назвали. Где, чего находится. Так, а мы, получается, зашли во двор. Нафиг поймешь. Почему не отмечено, не понял. Закрывайте двери. Открытые двери являются причиной появления сквозняков, попадания в подъезд грязи и пыли животных и нежелательных гостей. Не курите. Объект находится под охраной. Смотрите, вот все четенько. Двери большие. Смотрите, как лестничный марш смотрится. И вот до самого верха он идет. Тут аналогично. А вот здесь, видите, здесь уже никаких указателей нет. Где, чего должно быть. Ручку надо закрепить. И вот здесь тоже. А, ну вот, получается, буквой П. Ну, конечно, а, вот это выделено. Так, ну-ка, ну-ка. А здесь странно, что не выделено. Похоже, вторая парадная. А жильцы мило открыли дверь. Ну, вот смотрите, заходишь. Блин, ну вот совсем другие, друзья, ощущения, нежели чем в проекте от ЛСР. Грильята, белый потолочек. Обратите внимание, это панели такие. Блин, вообще, так ощущение, знаете, что вот такой бетон. Очень круто сделано. Верен красавце. Ограничитель двери. Здесь тоже крупная плитка на полу. Есть вот такая, соответственно. Здравствуйте. Щетка, чтобы вытереть ноги. Все в уровень с землей. Обратите внимание, как вот потихонечку так хорошо закрывается. Значит, почтовые ящики. Какие-то коммуникации. Ну, там что-то плиточки немножко не хватило. Тут пошло не так. Надо по гарантии обратиться. Дверь, конечно, тоже, знаете, вот щель есть. Это нехорошо. Ну, вот сама отделка, конечно, смотрится круто. Знаете, такое ощущение, что пришел в какой-то бизнес-центр. Смотрите, какая красота. Это входная группа. Вот такой холл. Ну, моднейшая столешница. Вот забыл, как называется. Кто помнит, напишите в комментарии. Здесь красиво телевизор от Хиоми. Посидеть можно, журнальный столик. Здесь, смотри, панно такое красивое. Блин, ну, совсем другой мир. Часы здесь тоже красиво. Чем-то застройщик Астон напомнил из Белоруссии. Как только ты переступил порог тамбура, здесь поистине настоящая красота. И знаете, первое впечатление, что я попал в чью-то квартиру либо в офис. Можно просто здесь отдохнуть. Сесть на большой диван. Взять в руки пульт от телевизора, который никто не упер. У меня такое ощущение, что здесь, наверное, 2,5, а может быть, 3 метра. Он вот в такой, в глубину идет. Просто такие огромные балконища. Заходим, здесь такая же кирпичная стена. Обратите внимание, что такое ощущение, что просветит настольная лампа. И вот так она освещается. Смотрите, как это сделано даже с дверью. Блин, вот реально молодцы. Больше, чем эти балконы, я, пожалуй, еще не видел. Первый этаж. Вот есть багаж, где хранить. Комната отдыха для взрослых. Комната отдыха для детей. Вот такой холл. Вот реально зашел в крутецкий класса бизнес-центр. Да, друзья, как вам? Вызываем лифт и едем на последний этаж. Тут, кстати, вот, не знаю, это застройщик, либо жильцы скинулись на то, чтобы, соответственно, привести в порядок свой дом 10-й этаж. А лифты не из дорогих. ЕЛМ. Но обратите внимание, что он двухсторонний. И вот он в длину. То есть сюда, если длинномерные предметы загружать, то очень комфортно. Есть объявления. Зеркало. Должна быть еще видеокамера. Не знаю, что-то не вижу пока. Смотрите, как круто. О, музыка играет. И скрипит, когда едет. О, какой он медленный. Выходим. Указатель 10-го этажа. Квартиры где какие? Межквартирный коридор. Ну, тут дверь, знаете, чем-то на ЛСР похожа. А указатели, нумерация квартиры. Звонки тоже на низком уровне. Вот такой коридорчик. Знаете, ну, чем-то похоже на новостройку от Юэта. Клапана все четенько сделано. Ровная стенка. Ну, здесь немножечко это в процессе, видимо, эксплуатации. Ну, вот здесь, не знаю, можно придраться только потолок бы. А красили белый цвет, наверное, было бы поинтереснее. А так все. Молодцы. Красавцы. Выходим с вами на лестничный марш. Ограждающая конструкция, обратите внимание, держится крепко. Вот просто обычная труба. Ну, смотрится совсем все по-другому. Мне здесь нравится, что есть голый бетон. Здесь вот такая интересная штукатурочка сделана. Кривоватенько, не знаю, так специально не сделали или так задумано. Вот, смотрите, у кого-то балконы. Ну, блин, красота, конечно. Молодцы. Вот этот проект классный, друзья. Мне понравилось. Сразу, знаете, впечатление о доме совсем другое, нежели чем, когда ты приходишь в современную новостройку, в современный проект от ЛСР. И смотришь на вот эту всю их красоту. Так, на лифте спустимся на... Вот здесь даже указатель есть на первый этаж. А, можно, кстати, в подземный паркинг заехать. Чтобы не обольщались, у меня на канале есть обзор от застройщика Верин группа, жилой комплекс в Приморском районе. Там, конечно, уже немножечко все не так. Так, а этот у нас, получается, только на первый этаж едет. А, пойдем в другой лифт, там можно в паркинг спуститься, посмотрим. Минус первый этаж. Значит, напомню, что очень часто, знаете, первый этаж и последующий выглядят... То есть первый этаж выглядит помпезно, а выше этажа выглядит уже совсем намного проще. А минус первый обычно это просто какое-то, не знаю, ну, обычно какая-то жесть. Посмотрим, что здесь сделано. Верин еще в свои, наверное, лучшие года. Так, интересно, еще где откроется дверь? А, здесь только одна дверь, все. Здесь впереди откроется она. Этот мне двухсторонний лифт. Но тоже, вот, как мне нравятся длинномерные предметы, в него затаскивать хорошо. Так, видим следы сразу протечек. Тут просто вот так же окрашено, как на втором этаже и выше. Тут тоже видно, что вот следы протечек, что здесь подтапливало. О, а вот здесь, чтобы пройти, нужно магнеточку приложить. Ну, вот, ручка, конечно, так себе. По выходу к лифту, наклеечка есть. К сожалению, не посмотрели с вами подземный паркинг, но понятно, что в нем есть влага. Вот это уже видно вот здесь. Надеюсь, это все устранение. Так, первый этаж. В общем, из Октябрьского даже, знаете, честно, уходить не хочется, потому что здесь просто красота. Вот реально очень мало комплексов, где я бы лично хотел бы жить. Вот здесь бы я хотел бы жить. Но посмотрите, если у них здесь квартиры в аренду посуточную, я бы сюда приехал бы на пару дней. Да, все, конечно, друзья, познается в сравнении. И знаете, когда ты выбираешь себе жилой комплекс, то нужно не смотреть один, например, район. Да, нужно брать весь Санкт-Петербург, всю область. Потому что очень часто, например, из проектов Ленобласти быстрее доезжаешь до того же центра Санкт-Петербурга, нежели чем из новостроек в Санкт-Петербурге. Ну, это кому, конечно, не нужна именно питерская прописка. Потому что многие хотят, я хочу именно питерскую прописку. Ну, тут надо выбирать. Вот за это я понимаю, за что люди платят деньги. Платили деньги, когда покупали квартиры. И вот для меня вот такой проект говорит о том, что здесь покупали не инвестора, а покупали люди для постоянного места жительства. Ну, конечно, он круто здесь писался во дворе между советскими домами. Да, проект шикарный. Хочется сюда, друзья, возвращаться. Ну, конечно, когда ты подходишь к проекту от ЛСР, я на это смотрю просто, ну, какая-то груз печали меня одолевает. Ну, вот сами посмотрите, вот пятерка, октябрьский от ЛСР, вот эти трубы шесть штук, знаете, как на корабле каком-то под... Блин, я не знаю, для чего вот система дымоотвода, ну, как-то по-другому можно было спроектировать. Ну, вот я не знаю, для чего, знаете, очень обидно, что они уже испортили, на мой вкусный мой взгляд, территорию вот эту у Невы. Могли бы быть классные проекты, хотя бы такого плана, как Верин, да. Но, к сожалению, здесь вот панельное экономное жилье с виду, мягко сказать, общаги. Вот как-то, друзья, так. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь. Помогу как подобрать новостройку, так и продать вашу вторичную недвижимость. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поддержите меня комментарием. Ну, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok